И художественные фильмы, в том числе и мультфильмы. Все они рождаются, конечно же, постепенно. И сначала происходит какая-то прорисовка, эскизы. Я уверен, для каждого фильма готовятся, в том числе и для того, который вы увидите сегодня на нашем канале вечером. Так вот, друзья, о художниках. О художниках, которые не просто творят, а творят еще и картины, которые находятся в коллекциях частных, очень известных людей. Мы поговорим прямо сейчас с нашим гостем, художником, карикатуристом, комикс-мейкером Виталием Щербак. Виталий, доброе утро. Доброе утро. Я сейчас все карты раскрыл, мне кажется. Ну, просто вот смотришь на список того, где находятся ваши картины, где они бывают. И хочется обо всем поговорить. Но давайте начнем все-таки с ближайшей выставки, которая стартует совсем скоро уже в столице нашей Родины, в Москве. Какого числа? Презентация выставки состоится 22 ноября в 13.00 в Музее хоккея в Москве. Это она приурочена к дате, правильно? Да, она приурочена к 75-летию отечественного хоккея, потому что именно в 1946 году была создана Федерация хоккея. И 22 декабря именно есть дата, считается днем рождения отечественного хоккея. Он, конечно, был раньше советским, потом российским, но мы называем его отечественным хоккеем. 75 лет юбилей. 75 лет, да. Это так получилось, так совпало, что именно в этом году? Или вы специально готовились в 75-м? Нет, дело в том, что я, скорее всего, готовился на следующий год. В следующий год будет мощное, грандиозное событие. 50 лет суперсерии первой СССР-Канада. Да-да. Ну, это сюжет, я просто случайно увидел, да, и как бы присел на этот сюжет. А почему хоккей? Почему? Вам нравится этот вид спорта? Вы его как-то особенно выделяете среди других? Ну, да. Наверное, это связано с моим детством, с моей молодостью. У меня брат играл в хоккей, отец был страстным поклонником хоккея. И я тоже в детстве. Ну, вот эта суперсерия 72-го года я смутно помню, а остальные, вот 76-е, 80-е годы, я очень хорошо четко представляю и помню. Поэтому те люди, которые внесли свой вклад в развитие нашего хоккея, я хотел как бы их вот увековечить в этой выставке. Просто когда я встречался с представителями федерации хоккея, я рассказал про свою идею сделать грандиозную картину, выставку 50-летию, вот суперсерии именно. Они сказали, что есть дата еще поближе. Что откладывает-то? Да-да, 75 лет. Так это же чудесно. Эту информацию я получил где-то в апреле, наверное, в мае. И вот с того времени, в течение полугода, каждый день, кропотливо рисую картины. Насколько я знаю, ваши картины есть у Третьяка. То есть картина с ним есть у него, да? Да, у Третьяка есть, у Александра Сергеевича Якушева, который, я могу с уверенностью сказать, что является моим другом. Мы неоднократно с ним встречались, общались, очень хороший человек. И даже вот он подписал фотографии. Я сказал, что мой отец, мой отец, страстный поклонник Спартака. Дайте Алене поддержать пока. И Якушев именно моему отцу подписал, отцу 86 лет. Он всю жизнь свою болеет за Спартак московский. И он вот Владимир Федоровичу, моему отцу, с уважением подписал. Виталий, ну вы же творите, скажем так, по собственному желанию. У вас сегодня захотел-то вот нарисовать, сегодня захотел это. Или все-таки бывает такое, что вот вы Третьяку передаете картину, кто-то там рядом увидел и говорит, Виталий, можно и меня тоже как бы. То есть бывают такие моменты, когда вот такая вот, такая сарафанная радио в таком виде возникает? Да, конечно. Мы художники за счет этого и живем. Потому что творчество творчеством, а кушать хочется всегда. Поэтому мы принимаем заказы любые и с удовольствием вот исполняю их. Тем более, каких людей. Тем не менее, вот именно эти люди, о которых мы сейчас говорим. Почему вот, допустим, вы решили именно Третьяка? Почему вы решили именно Шойгу, да, вот изобразить? Почему вы выбирали именно их? То есть это какое-то личное предпочтение? Вот они вам приятны, как люди? Или вы выделили их по принципу их, допустим, социального статуса какого-то? А может, они визуально просто хорошо... А может, да. Этот нормально получится, а этот так себе получится? Нет, конечно. Конечно, во-первых, ну, выставка посвящена хоккеистам. То есть мы не будем сейчас брать ни чиновников, ни музыкантов. Бутман, кстати, я тоже последний вот его портрет делал. Он, оказывается, считает, что хоккей – это второе «Я» у него помимо саксофона. Он в «Скай» играл еще с 10 лет в питерской команде. Поэтому вот с удовольствием принял заказ и как бы его исполнил. А вот эта выставка, она называется «Наши». Она посвящена как бы нашим родоначальникам, так скажем, отечественного хоккея. Старшинов, Бобров. Те люди, которые оставили свой вклад значимый в историю хоккея. И поэтому на каждой картине у меня золотыми буквами по Талию написаны фамилии. То есть как бы вот именно смысл такой, что золотыми буквами они вписаны в историю нашего хоккея. А вот сейчас чуть-чуть остренький вопрос. Шойгу, Бутман. Люди, которые не играют в хоккей вообще, ну, занимаются такими делами. Но они, тем не менее, в хоккейной форме выходили и играли. И вы им презентовали свои картины. Вот Шойгу, я знаю, лично вдавали. Есть один человек в нашей стране, который тоже очень любит хоккей. Но я картину не видел с его изображением у вас в серии. Это потому, что есть какая-то темная лошадка, которую на потом оставили? Или потому, что вы просто хотите картины передавать лично? И поэтому Владимира Владимировича нет в вашем арсенале? Могу сказать, что идея была такая. И даже эскиз был. Потому что Владимир Владимирович является организатором ночной лиги, хоккейной лиги. Где играет как раз вот Шойгу, губернаторы играют, чиновники, музыканты, бизнесмены. И легенды нашего хоккея, уже ветераны. И я вышел с таким предложением к Александру Сергеевичу Якушеву, что вот, есть идея такая. Показал. Он говорит, уже портрет в хоккейной форме вручен. Вы уже нарисовали его. Нет. Оказывается, его Ника Сафронов написал. Так что он забрал у меня хлеб. Опередил. Опередил. Детали, но мне интересно другое немножко. Все-таки, как эта кухня работает изнутри? Вот перед тем, как вы работаете с холстом, что происходит? Как вы видите вообще? Заодно и фотографию покажете, которую вы приготовили, да. Ну, во-первых, сначала, знаете, вот как иконописцы. Они готовят себя духовно к написанию икон. Они три дня молятся, постятся. И только потом начинают как бы писать иконы. Но я подпитываю себя интервью или игрой хоккеистов, видеозаписи. Или музыкой какой-то. После того, как я как бы подпитался, насытился, я уже приступаю к творчеству. Дело в том, что в то время и техника была слабенькая, и фотографии как бы приходится все дополнять. Ну, допустим, ищу фотографию, которая мне нравится. Лицо с другой фотографией подставляю. То есть с этого, грубо говоря, это второй этап. Первый этап. Да, да. Ну, и дополнительно вот такие вот моменты, чтобы крупно мне было видно, прописывать. И вот потом переношу на картины. Картины размером 60 на 80. Ну, как ватманский лист. Это самый удобочитаемый такой. Ну, вот смотрите, вы отдаете все картины. Почти все. Ну, скажем так, вот Третьяку отдали, Шойгу отдали. А у себя оставляете экземпляры или все-таки только фото теперь у вас? Знаете, у хорошего художника не должна оставаться картина. У него должны их забирать. Так что у меня нету. Так что, друзья, возможно, Виталий к нам никогда с картинами не придет, потому что все будет отдавать. Виталий Щербак, художник, карикатурист, комикс-мейкер у нас в гостях был. Виталий, ну, во-первых, хочется пожелать вам, чтобы выставка ваша прошла вот как минимум так, как вы на это рассчитываете, чтобы действительно это все было связано с юбилеем, а, соответственно, юбилей на такой уровень. Ну, и вообще ждем вас снова с новой порцией хороших, качественных картин. Спасибо. Будем стараться.